Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Я напомню, что с 1 апреля 2024 года в России были внесены большие глобальные изменения в правила выдачи и замены водительских удостоверений в ГИБДД. Помимо прочего, этими поправками были утверждены основания для отказа в выдаче водительского удостоверения, а также в его замене. В частности, среди этих причин прописаны такие, как получение информации о лишении водительских прав, наличие непогашенного административного наказания за езду без прав и ряд других причин. 19 сентября 2024 года МВД России на портале проектов нормативно-правовых актов опубликовала проект постановления правительства, к которым планируется расширить вот этот перечень основания, при которых будет отказываться в выдаче или замене водительских удостоверений. В данном случае речь идет о незаконных мигрантах, то есть об иностранных гражданах, либо лицах без гражданства, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации. Российская полиция продолжает работу по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Мои коллеги из ГИБДД России разработали проект постановления правительства Российской Федерации, который сейчас размещен для общественного обсуждения. Предлагается установить к иностранному гражданину, в отношении которого применяется режим высылки, ограничительные меры в виде отказа в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи российского национального или международного водительского удостоверения, прокомментировала данный проект поправок официальным представителем МОД России Ирина Волк. Проект постановления правительства разработан в целях реализации положений статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2024 года номер 260 ФЗ. Этим документом внесены изменения в федеральный закон от 25 июля 2002 года номер 115 ФЗ о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Эти поправки вступают в силу 5 февраля 2025 года. Они касаются восстановления ограничительных мер к иностранному гражданину, в отношении которого применяется режим высылки. В качестве одной из таких ограничительных мер к иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые не имеют права находиться на территории России, будет применяться отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, а также в выдаче, замене или обмене российского национального или международного водительского удостоверения. Таким образом, проектом этого документа со стороны МВД России планируется дополнить перечень причин для отказа в допуске к экзаменам или в выдаче или замене водительского удостоверения. Это основание выглядит следующим образом. Обращение по вопросам допуска к сдаче экзаменов, выдаче водительского удостоверения иностранного гражданина, в отношении которого применяется режим высылки. Таким образом, данные ограничения коснутся только мигрантов, которые находятся на территории России незаконно, в отношении которых действует так называемый режим высылки. Друзья, а если вам в ближайшее время предстоят большие траты, такие как покупка сезонной резины, замена аккумулятора автомобиля, дорогостоящие техобслуживания или ремонт, вы можете заказать себе кредитку платинум от Т-банка. Сейчас для новых клиентов банка действует особо выгодное предложение. При заказе этой карты по моей ссылке вы получите вечное бесплатное обслуживание, а также, если вы потратите в первый месяц от 10 тысяч рублей и больше, вам начислятся на карту дополнительно 2 тысячи рублей. Подробности и ссылка будут в описании. Согласно проекту постановления правительства, подготовленного МВД России, после подписания данные поправки заработают одновременно с федеральным законом, то есть 5 февраля 2025 года. В настоящий момент текст проекта проходит процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу? Свои мнения мы, как всегда, можете поделиться в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забудьте подписаться на этот канал, а также на другие площадки моего проекта. Ссылки будут в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!